Шейн прочитал очень простую лекцию о бросаниях монеты. Что такое бросание монеты? Симметричная у него была монета. То есть вероятность выпадения одной или другой стороны – это одна-вторая. И он объяснял, что если бросить монету очень-очень много раз, то в таком случае будет некоторая статистическая закономерность. Примерно половину раз выпадет одной стороной, примерно половину раз выпадет другой стороной. Логично. Для того, чтобы доказать эту теорему, а он ее действительно доказал, он использовал в прием так называемую дисперсию. Давайте я буду двигаться сначала очень неспешно, хотя по той энтропии мы сегодня дойдем. Ну, в втором числе обязательно. Расскажу совсем простую штуку. Что такое числосочетание и что такое треугольные скалины? Представьте себе, что у нас есть прямой угол. Давайте я даже вот так вот нарисую, да? Под 45 градусов сюда, под 45 градусов сюда. И у нас нарисована вот такая вот сетка параллельных прямых. Что значит случайное блуждание? Вот смотрите, пожалуйста. В прошлый раз, когда мы говорили о вероятностях, у нас была сложная штука. Можно было в каждой точке пойти направо, налево, вверх. А сейчас мы опять возвращаемся к случаю монеты. То есть, блуждание начинается в начале координат, и дальше каждый раз мы движемся либо вправо вверх на единицу, либо вправо вниз на единицу. Вот такая траектория, согласитесь, что является некоторой случайной траекторией. Так, как это записывается в терминах нулей и единиц? Давайте договоримся. Когда идем вверх писать единицу, когда вниз писать ноль. Или, может быть, даже лучше было бы минус единицу писать, да? И вот получается один, один, ноль, один, ноль и так далее. Что такое число сочетаний? Количество способов попасть из начала координат в какую-то из этих точек. Вот давайте забудем про эту случайную траекторию, а будем смотреть на все пути. Я напоминаю, каждый путь идет либо вправо вверх, то есть на вектор один, один, либо вправо вниз, то есть на вектор один, минус один. Очевидно, что отсюда единственный путь сюда, единственный путь сюда, два сюда, один сюда. Сюда, в любой из этих точек, конечно, можно попасть единственным способом. Сюда попасть можно, смотрите, раз способ, два способ, три способа, тремя способами. Сюда можно попасть четырьмя, сюда шестью. Какая идея? Если мы хотим знать, сколькими способами можно попасть сюда, надо посчитать количество способов попадать сюда, и сюда, и сложить. То есть каждое число получается как сумма. Все понятно, да? Пять, что здесь будет, пятнадцать. Вот это и есть те самые числа сочетаний. Вот это было десять, это было десять, значит это что? Двадцать, здесь будет пять, здесь у нас пятнадцать. Ну, ребят, мне не хочется выписывать уж слишком много. Видно, что так можно писать до бесконечности. Правильно? Обозначения какие? Вот это называется нулевая строка треугольника Паскаля. Вот эти числа один-один, это первая, это вторая. Ну, соответственно, вот это какая будет? Догадайте. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Очень легко понять. Где шесть стоит, значит шестая строка. Обозначения такие, число сочетаний из Н по К это количество способов попасть из точки с координатами 0,0 в точку с координатами К, Н, минус 2К. Давайте объяснимся, почему здесь именно так. Потому что при каждом шаге мы вправо сдвигаемся ровно на единицу. Это правда? Правда. Но при этом мы можем либо вообще вниз не идти, тогда 0, и тогда мы попадем в точку с координатами Н, Н, и вот туда единственным способом в эти точки попадать. Либо мы можем сделать несколько шагов вниз. Но когда мы идем вниз, то смотрите, мы при этом не идем вверх, и еще и идем вниз. И поэтому получается Н, минус 2К. Так. Итак, какие, что называется, естественные свойства чисел сочетаний, мы обязаны знать. Давайте уж я нарисую. Вот есть начало координат, вот есть какая-то вертикальная прямая Н, есть следующая прямая заданное уравнение Х равно Н плюс 1, и где-то здесь точка с координатами Н плюс 1, Н плюс 1, минус 2К. Отлично. Из каких точек мы в нее можем попасть? Из точки, которая расположена на единицу левее и на единицу выше, это значит точка с координатой Н, Н плюс 2, минус 2К. И здесь это Н, Н минус 2К. Количество способов попасть сюда, это число сочетаний из Н плюс 1 по К. Количество способов попасть в эту точку, это число сочетаний из Н по К минус 1. Количество способов попасть в эту точку, это число сочетаний из Н по К. Вот равенство, которое позволяет вычислять очередное число сочетаний через предыдущие для n плюс 1 получать числа из таких же чисел для n. Отлично. Еще одна формула, без которой совсем никак нельзя в теории вероятности. Как выражается через собственно вот эти числа, число сочетания. Можно так написать. n в бывающей какной степени разделить на k фактриал. На всякий случай, что это такое. Это n умножить на n минус 1 умножить на n минус k плюс 1 и разделить на k фактриал. И еще по другому, ту же самую формулу иногда пишут. Это есть n фактриал разделить на k фактриал n минус k фактриал. Давайте быстро напомню, как это делается. если вы из n данных предметов ну в данном случае у нас не предметы, а места выбираете k, то в таком случае вы выбираете первый предмет, потом выбираете из n минус 1 оставшихся второй, потом и так далее. k предмет вы уже выбираете из n минус k плюс 1 оставшегося предмета, и тогда после этого у вас остается n минус k предметов, да? А поскольку не важно было в каком порядке выбирать, то делитесь на k фактриал. На самом деле, во-первых, это на рейсе шляет, немножко объяснялось, а во-вторых, любой, кто захочет, просто наберите в гугле треугольник Паскаля, и, честное слово, это не просто нужно знать, то есть в матемастике по-другому нельзя. Поэтому я сейчас считаю, что вот с этого момента все слушатели понимают, что я здесь написал, да? Понимаю. Отлично. Отлично. Это такое коронкое напоминание о числах сочетаний и их свойствах. Давайте поговорим о монете, поговорим о бросании монеты. У нас была симметричная монета. Симметричная монета это означает, что шаг вверх и шаг вниз равновероятный. А давайте сейчас зададим себе такой вопрос. Пусть мы идем вверх с некоторой вероятностью П, вот здесь некоторая вероятность П, а вниз с некоторой вероятностью 1 минус П. Понятно, что тогда все меняется. Например, если у вас П равняется 1 третий, то 1 минус П это будет, конечно, 2 трети. И тогда получится, что в основном эти пути будут идти вниз. Правильно? и все изменится. Давайте быстренько поймем, какая будет формула, у этого даже есть специальное название, бинамиальное распределение. Какая будет формула, если монета не симметрична? для этого давайте просто аккуратно я напишу все маршруты, которые ведут из начала координат вот сюда. Смотрите, бывает такой маршрут, то есть, я его запишу так, ППП. Имеется в виду, все время надо идти вверх. Бывает маршрут ППКУ, это два раза вверх, один раз вниз. Бывает ПКУП, ПКУП, ну и, естественно, ППКУП, ПКУП, и ПКУП. Господа, если вы подумаете, что бывает, когда вы умножаете ППП на ППП и еще раз на ППП, то вы поймете, что это ПППКУП в кубе. Это ПППКУП в кубе. И когда вы умножаете, вы получаете в точности вот это. То есть, если вас интересует ситуация, когда все ходы были вверх, вот она, это реальность. Если вас интересует ситуация, когда было два хода вверх и один ход вниз, давайте их отмечу так, два хода вверх и один ход вниз, это где? Это вот здесь. Если два раза вниз и один раз вверх, это вот так. И получается, что у нас есть понятные формулы. П в кубе, это когда все время одной стороной попадает, да, той, которая на третье. Три П в квадрате КУ, три П в квадрате, и, наконец, КУ в кубе, когда все время попадает той стороной, где в квадрате в квадрате равна двинетику. Так будет и в общем случае. Почему? А потому что, когда вы записываете П плюс КУ в степени Н, то, господа, вы получаете ровно эту ситуацию. Смотрите, что такое П плюс КУ в степени Н? Это как раз и есть сумма таких вот слов. П П П П П, когда будете раскрывать все скобки, да? Или все П КУ и так далее, и так далее, и так далее. И мы получаем замечательную формулу П в степени Н. Это вероятность того, что монета все время падала вот той стороной, которую мы сказали П. Плюс число сочетаний из Н по единице П в степени Н минус 1 КУ плюс число сочетаний из Н по 2 П в степени Н минус 2 КУ в квадрате плюс и так далее, и так далее, и так далее, и последнее слагаемое будет КУ в степени Н. Значит, я могу написать окончательно очень важную и чрезвычайно простую форму. Если бросает монету Н раз, при этом последовательные броски не зависят друг от друга, то есть бросаем често, каждый раз с вероятностью П выпадает одной стороной, а вот с вероятностью П другой, то вероятность выпасть первой стороной, в смысле той вероятностью урона П, первой стороной вверх К раз и второй стороной вверх Н минус К раз и второй стороной вверх Н минус К раз равна числу сочетаний из Н по К умножить на П в степени К умножить на П в степени Н минус К. Господа, вот это, собственно говоря, есть одна из самых-самых простых и самых первых форм теории граевности. Это ситуация, когда мы... Ответь монет. Монета. Это здесь очень важно или нет? Важно, что мы делаем какой-то опыт, у которого два варианта. Понятно? Замечательно. А как вы считаете, то, что два варианта, это сильно важно или нет? На самом деле нет. Объясняю почему. Потому что, когда вы делаете опыт, в котором, например, четыре варианта, то вы можете сделать так. Вы можете эти четыре варианта разбить на один и три остальных. Понятно, да? И три остальных пока не отличаются. Сделали такой опыт. А потом среди вот этих вот тех, когда три остальных, тоже посмотреть. Понятно, да? Что будет? А потом там еще внутри остальных. Поэтому огромное количество задач в теории граевности могут быть сведены вот к этой задаче тем или иным способом. Но огромное количество задач на самом деле сводятся к этому. Конечно, сразу можно сказать так. Можно взять, чтобы у монеты было несколько сторон. Ну, конечно, у монеты тоже предстоит, чтобы было несколько сторон. Обычно в таком случае говорят об игральном кубике. Знаете, бывает такой кубик, у которого написаны числа, да? Если кубик честный, то там вероятности выпадения разных граней, это все по одной шестой. Но вообще-то совершенно не проблема, чтобы у вас был нечестный кубик, да? Тогда это надо взять честный кубик и немножечко там куда-нибудь ему там какую-нибудь там тяжелую штучку подложить. Ну, в общем, нечестно сделать легко. И тогда вероятности изменятся. И как будет тогда выглядеть формула? Если не две стороны, а несколько. Вот представьте себе, у вас 6, можно я не буду писать, я думаю, что 3. У вас есть числа P, Q и R. Сумма у них единица. И эти числа обладают вот таким свойством. P, Q, R, они вот такие. У вас мысленно, значит, монета с тремя сторонами, да? Ну, или фигурка, которая может выпасть одним из трех способов. Одной стороной выпадает с вероятностью P, другой с вероятностью Q, третий с вероятностью R. Сумма вероятности равна единице, так что все хорошо. Какая будет формула, когда бросаем N раз, то K раз должно выпасть одной стороной, L раз должно выпасть другой стороной, и M раз должно выпасть третьей стороной. Знаете такую формула? Она между тем очень простая. Она является просто обобщением вот этого. Рассказываю. Смотрите. Надо просто-напросто представить себе, что у вас есть всевозможные слова из букв P, Q и R. И слова эти устроены следующим образом. Букв P ровно K штук, вот таких букв L, а таких букв M штук. Понятно? И нас интересуют всевозможные перестановки этих букв. И при этом, когда буква выпадает, то надо писать соответствующее перемножение. Потому что вероятность именно такая. Ой, надеюсь, правила умножения вероятности все знают. Если у вас какое-то событие происходит с вероятностью, и после этого, независимо от него, происходит другое событие с какой-то вероятностью, то то, что произошло и то, и то, это произведение вероятности. Это понятно, да? Вот. Называется независимые события. Вот бывает, что события зависимые. Скажем, если у вас что-то произошло, а это означает, что заодно произошло и то, и то, и то, и то, и то, и то, то в таком случае, конечно, не надо передадать вероятности. Но если независимые, то надо. А дальше простая идея. У вас всего букв К плюс Л плюс М. Ну, слушайте, обычно я это рассказываю так. Есть такое замечательное длинное русское слово, одно из самых длинных, которые я знаю. Наполеона ненавистничества. Знаете, из-за диагноза, да? Наполеона ненавистничества. Для Адем. Ну, хорошо, достоинство. Как скажут? Для вас достоинство. Все, я июня. Все в порядке. Все в порядке. Вы не беспокойтесь. Наполеона ненавистничества, это слово. Сколько у него букв? 25. Отлично. А теперь вопрос. Если все буквы разные, сколько способов его переставлять? 25 материалов. 25 материалов, отлично. Но, смотрите, раз, буквы. Два, три, четыре, пять. Пять буквы n. Они на самом деле одинаковы. Поэтому их можно переставлять, как хочешь, а слово не зависит. Не зависит. Поэтому надо разделить на пять материалов. А буквы а сколько? Раз, два. Значит, надо пополам выделить, потому что а можно переставлять. А буквы п сколько? Одна. Не надо делить. А буквы о? Раз, два, три. Четыре. Значит, да, тут четыре факториала. Ну и как дать для всех букв? Ребята, еще раз. Это опять-таки стандартные вещи из комбинаторики. Поэтому, если кто-то это не знает, срочно идите. В ладжи классы всегда объясняют. Это стандартные, важные вещи из комбинаторики. Сколькими способами это можно переставлять на эти самые слова? Общее количество букв. Факториалов. Разделить это на К факториал, Л факториал и Р факториал и умножить на П в степени К, на Ку в степени Л и Р в степени М. Вот такая вероятность, когда у вас с вероятностями П, Ку и Р, независимо друг от друга, К плюс Л плюс М раз произошли события, что ровно К раз произошло первое событие, Л раз второе и М раз третье. Так, понятно? Это обобщение аминомиального распределения. Если будет больше, то, соответственно, слагаемый будет больше, здесь будет факториалов больше, а больше, собственно, чем не делится. Так вот, ребята, это вот чем отличается случай симметричной монеты от случая несимметричной монеты.